Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. Как вы знаете, недавно проходила так называемая Черная Пятница. Это пятница после Дня Благодарения в США. В этот день магазины предлагают солидные скидки на товары, тем самым привлекая рекордное количество покупателей. Если вы это все пережили, то я вас поздравляю. Возможно, вы даже успели выгодно приобрести Ledger Nano S. Это аппаратный кошелек для криптовалюты. Поэтому сегодня я хочу рассказать вам о некоторых новшествах Ledger Nano S и Ledger Blue, а также покажу вам пару фишек, о которых вы, возможно, не знали. Поехали. Последняя прошивка для Ledger версии 1.4.2 улучшает безопасность и упрощает пользование девайсами. К примеру, теперь пользователям доступно новое приложение, которое называется Ledger Live. Это приложение выступает в качестве менеджера вашего устройства. Ledger Live позволяет вам легко принимать и отправлять криптоактивы, устанавливать различные кошельки и мониторить состояние своего портфеля. Наверное, нужно иметь достаточно стальные бубенцы, чтобы публиковать свой портфельчик в приложении, которое находится на компьютере. Тем не менее, это намного удобнее и проще, чем устанавливать по 100 приложений для разных щиткоинов. Точнее, криптовалют. Конечно же, я хотел сказать криптовалют. Ledger Live также позволяет подключать ваш девайс к различным криптобиржам. Поэтому вы можете не только холдить активы, но и торговать ими. А то почему-то часто говорят, что на Ledger невозможно торговать. Теперь можно. Кроме этого, существует еще два совершенно новых приложения от компании Ledger для своих аппаратных кошельков. Их роль не связана с хранением криптовалют. Одно из этих приложений называется HODL. Второе приложение это Recovery Check. HODL это приложение, которое призвано упростить ввод адреса и его проверку для получения входящих платежей, а также предотвратить связанные с этим ошибки. Таким образом, новое приложение автоматизирует ввод адреса любого из созданных пользователем кошельков на устройстве Ledger Nano S. По сути, это убирает человеческий фактор из уравнения транзакции. С приложением HODL вы никогда не отправите свою драгоценную криптовалюту на неправильный адрес и точно не потеряете ее навсегда. Что касается Recovery Check. Это приложение позволяет перепроверить правильность сид-фразы, которая непременно понадобится пользователю в случае потери, кражи или поломки устройства Ledger Nano S. Поэтому, если кто-то из ваших друзей говорит, что хранить крипту на флешке Ledger небезопасно, потому что она может утонуть, сгореть, сломаться, разбиться и так дальше, скажите им, что это полный бред, потому что вы всегда можете восстановить доступ к своему портфелю с помощью программы Recovery Check. Кстати, раньше, чтобы проверить правильность сохраненной фразы, пользователь мог лишь сбросить устройство Nano, а потом выбрать опцию Resto Configuration. Этот процесс отнимал достаточно много времени. Еще одно полезное приложение для вашего Ledger носит название Fido U2F. Это приложение обеспечивает двухфакторную авторизацию вашего устройства, что улучшает его защиту и безопасность. Эта защита понадобится для работы на платформах третьих лиц, таких как Google, Facebook, GitHub и так дальше. В чем же отличие этого приложения от других? Другие двухфакторки задействуют ваш телефон, а Fido U2F только аппаратный кошелек. Как мы знаем, телефон взломать намного проще, а значит и увести вашу криптовалюту злоумышленнику будет легче. Именно поэтому приложение Fido U2F от Ledger намного безопаснее, потому что аппаратный кошелек Ledger Nano S не подключен к интернету. Если вы пользуетесь Ledger и приложениями к нему, вы должны помнить, каждый раз, когда вы обновляете программное обеспечение своего устройства, приложение нужно будет переустанавливать, в том числе и Fido U2F. Поэтому, если вы используете это приложение на каких-либо платформах типа Google, Facebook и так дальше, лучше перед обновлением Ledger отключите на этих платформах двухфакторку, а потом уже после обновления подключите ее заново. Так будет проще. Я также нашел интересный пост на форуме о том, как правильно синхронизировать ваш Ledger Blue с Android телефоном по Bluetooth. Если вдруг вам нужно будет совершить такое действие, вам понадобится код. У меня его иногда даже спрашивают. Так вот, всем, кому нужно, я сообщаю этот код. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, вот такой простой код. Что касается Bluetooth, который есть у Ledger Blue, это не только удобно для подключения к телефону, но еще и создает риски того, что ваш аппаратный кошелек может быть взломан. Поэтому Ledger Blue, в отличие от Ledger Nano S, не может быть назван холодным кошельком в полном понимании этого слова. Тем не менее, это все равно лучше, чем пользоваться телефоном. Вот вам пример того, почему телефон для операций с криптовалютой является совершенно небезопасным. Несколько лет назад я увлекся криптовалютой. Я был уверен, что мои криптовалютные инвестиции будут в безопасности, если я использую сложные пароли. Я ошибался. Ахиллесовой пятой моей защиты оказался мой телефонный оператор, T-Mobile. Злоумышленники позвонили в T-Mobile, представились мной, заявили об утере телефона и попросили активировать другую сим-карту с таким же номером. В этот момент я находился в Европе и заметил, что мой телефон потерял покрытие. А вот Wi-Fi работал исправно. Я подумал, что проблема в роуминге и со спокойной душой лег спать. Однако и на следующий день покрытие не появилось. Поэтому я решил проверить свой твиттер и обнаружил, что пароль больше не подходит. Почта Google также не открывалась, потому что пароль кто-то изменил. Я потерял доступ ко всем своим ресурсам, в том числе и криптовалютным, таким как Coinbase, Abhold и Bitstamp. Все мои биткоины были также перечислены на какой-то левый адрес. Собственно, таким образом могут быть взломаны и ваши ресурсы, ребята. А ссылку на эту статью я оставлю в описании, как обычно, если вам интересно, можете перейти и почитать. В цифровом мире нужно заботиться о своей безопасности, друзья. Помните об этом. Кстати, купить леджер можно по ссылке в описании, а то я уже слышу, как вы об этом спрашиваете. Покупайте только напрямую у производителя и обходите реселлеров десятой дорогой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. Меня зовут Богатейший Ди, скоро увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok